Соблюдать устав юноармии, быть честным юноармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! С осознанием торжественности момента произносят слова клятвы ученики школы номер 12. Для них это большой день и новый этап. Ребята вступают в ряды юноармии. Создается отряд с уникальным названием «Юный Чкаловец». В прошлом году имя великого летчика-испытателя было присвоено и самой школе. Принятие присяги будущими юноармейцами проходит в самом подходящем для этого месте легендарном музее ВВС. Здесь, среди экспонатов, великих самолетов, творивших историю нашей Родины, как не проникнуться духом патриотизма. Я хочу сказать, что очень символично, что в преддверии Дня защитника Отечества новый отряд «Юный Чкаловец» принимает присягу. И очень символично, что это мероприятие проходит в известном легендарном музее военно-воздушных сил Российской Федерации. Будьте достойны. Я создавал технику. Кто ее осваивал, я вас искренне поздравляю и желаю вам всего самого доброго в этом движении. Более полутора тысяч школьников в Щелковском районе уже присоединились к движению юноармии, целью которого является патриотическое воспитание нового поколения российских граждан. Преемственность традиции поддерживают многие ветераны и действующие военнослужащие. Так присягу у ребят принял начальник летно-испытательного центра имени Чкалова. Флаг юноармии вручил личный герой Российской Федерации летчик-испытатель Анатолий Андронов. Мы чкаловцы испытательного центра, летчики, инженеры, испытатели. Видим в их лице преемников наших. Конечно, не все они будут летчиками, штурмными, инженерами-испытателями. Но сама принадлежность не только территориальная, но и при общении, при жизни совместной. Мы, естественно, должны оказывать и оказываем на них влияние положительное. Я испытываю большую гордость и, самое главное, я испытываю ответственность. Потому что это звание очень ответственное. Из меня может вырасти будущий курсант. Я должен вести себя уже более по-взрослому. Я должен соответствовать своему званию юноармейца. Это большая честь для меня лично. Знаете, у нас район самый большой, и получается, что у нас больше всего детей в юноармии. В других районах там 230 человек, у нас 1500 детей находятся в юноармии. И еще сейчас вступают. Вот видите, сегодня же мероприятие нам подтвердило, что дети готовы вступать в юноармию. Им это очень нравится. Безусловно, это имеет значение. Потому что человек просто себя как-то осознает и уже помещает в тот, так сказать, отсек, который дальше уже имеет определенный путь. Между летно-испытательным центром, откуда когда-то стартовал легендарный перелет Валерия Чкалова и школой номер 12, также носящей имя великого летчика-испытателя, было заключено соглашение. Теперь центр будет курировать отряд юных чкаловец. У нас предусмотрены выезды в учебные заведения ВКС для того, чтобы детям показать, что из себя представляет обучение в высших военных учебных заведениях Министерства обороны, какой быт у курсантов, чему обучают. Также познакомить их с реальной боевой техникой на территории гарнизона и совершать выезды в музеи города Москвы. Здорово, что военнослужащие, которые имеют опыт боевой подготовки в дальнейшем, будут ориентировать ребят служить в армии, быть настоящими защитниками своего отечества. Служить России суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое станет. После принятия присяги для свежеиспеченных юнормейцев была проведена экскурсия по музею ВВС, на которой они смогли увидеть и модель легендарного АНТ-25, на котором перелет Москва-Ванкувер через Северный полюс некогда совершил Валерий Чкалов. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова